Это просто температура переплаты. Ну если еще слайд. Да, в папу. Не капризничай, зайка. А ну тут не на вид за походу, блин. Ну, дождай, это жесть. Ну, что вы возьмите у нас, расскажите. Сегодня утром, в 12 часов, это уже не утро. Муж вышел из дому, в аптеку, приобрести лекарство. Ребенок приболел немного. Через 15 минут я получаю сообщение, что я срочно уезжаю, все ок. Ну, как-то удивительно, зная мужа, который так не отнесся, больше ребенок приболел. То есть с его телефона послали? С его телефона, да, с его телефона пришло сообщение. Я вышла, купила лекарство, час, второй мужа, нет. Я звоню на телефон, связи уже не было. Через 3 часа я начала бить во все оружие, звонить друзьям, узнавать, кто может видел, слышал что-то. Все начали отзваниваться, никто его не видел. Ну, то есть зная мужа, он так бы не поступил. Я поняла, что что-то не так. Как выяснилось, уже в 10 вечера мне пришло сообщение, что он появился в сети. Он звонил с аэропорта Тбилиси, сказал, что его депортировали. Когда он вышел из дому, на него напали с оружием, перезарядили. Он начал спрашивать, ребята, в чем дело. Его повалили, одели на голову мешок, наручниками приковали. Он был легко одет в волке и в куртке, потому что за домом аптека. Его посадили в машину, говорит, метр на метр. Шесть часов он сидел с этим мешком, завязанными руками, на холоде. Потом его посадили в самолет. В самолете одели четыре пары наручников. Замотали ноги скотчем. Как, я не знаю, где уважение, где вообще, когда этот беспредел закончится. И кому доверять, что делает посольство в Грузии, как защищает. Я с дочкой гражданинка Украины. Муж получил вид на жительство. Мы три года в браке. У него постоянное вид на жительство. Он резидент страны. И человека просто как собаку, я не знаю, как это описать. Нет ни слов, не все уже закончили слезы. Потому что целый день на эмоциях. Ребенок капризничает. Давайте я ему позвоню. Давайте. Давайте позвоню. А как, можно это сделать? Есть у нас скайп, чтобы с ним связаться? Да. Сейчас, одну секундочку. А вы можете позвонить? Да, да, я сейчас его наберу. Единственное, по скайпу, думаю, не выйдет. Он, скорее всего, будет в WhatsApp на связи. Ага, дай мне тот номер, сейчас, одну секунду. Так, все на нервах и не понимаешь. Ты будешь сидеть здесь? Просаживайся. Данечка, давай тут привяжем две минутки. Руки уже... Так, как же это сделать? Давайте, может, пока вы откомментируете вообще... А что тут откомментируют? Тут ничего откомментируют. Все понятно. Ну, что это означает? Это уже расправа, да, получается? Это преступление. Нарушение всех законов. Человека нельзя депортировать из европейской страны без судебной процедуры, без юридической процедуры. Его нельзя похищать, его нельзя бить. Его нельзя... Так делал Путин против Грузии в 2006 году из России. Депортировал, чтобы не мстить. Сейчас Порошенко депортирует моих людей, отношения, чтобы не мстить. Какая разница, чем Путин... А Порошенко отличается от Путина. Да ничем не отличается. Он реально себя ведет точно так же, как Путин вел по отношению к моей стране. И ко мне, чтобы не отомстить, чтобы мне что-то это самое. И предупреждение послать, когда он кого-то так, связав руки и ноги, высылал из России к Грузии. Сейчас точно так же высылает человека, у которого есть семя. Живет здесь много лет. Обосновался. Просто ему не посчастливилось, что он меня возил на машине. И что последний месяц он меня не возит. Потому что, когда я почувствовал, что на людей начали охотиться, я просто их отстал в сторону. И что? И что она отвечает этому ребенку? И что она отвечает этой женщине? Что? О чем мы общего говорим? Как думаете, это повлияет на количество людей, которые выходят на площадь? Причем, сейчас я не вижу связи. Я вижу просто, что у президента крыша поехала. Другого объяснения нет этому. Я был президентом. Это выглядит, что у него поехала крыша. Потому что МВД, насколько я знаю, отказалось от этого выполнить. СБО, потому что это чистый криминал. Тогда он вызвал Аллерова и дал ему докажите свою лояльность. Давай сейчас Саакашвили пошло как мафиози. Знаете, мафиози, когда присылают голову лошади. Вот точно так же себя ведет. Президент себя ведет как банальный дешевый мафиози в последней категории. Что это вообще? Я хочу обратиться к президенту. Верните мне моего мужа. Мы это так не оставим. Мы не верим нашим судам. Мы дойдем до международного суда. Но мой муж будет жить со мной, с нашим ребенком здесь, в Украине. Мы не будем ехать в Грузию, бежать, как будто мы какие-то преступники. Мы не сделали ничего, чтобы сейчас оправдываться даже. Так по-зверски просто в субботний день, когда мы должны были быть вместе. Забирают мужа непонятно куда. Я должна всю, весь день на нервах. У меня пропадет молоко. Кто мне будет потом ребенка поднимать? Сейчас муж у меня на связи. Миша, родной. Да, слушаю, да. Да, слушаю. Да, скажи, пожалуйста, где ты сейчас? Я сейчас нахожусь в Тбилиси. Я хочу сказать, еще одно добавить. Если меня там все словят, я хочу сказать, что я никогда в жизни не видел, чтобы так беззаконно, так сверски поступали с человеком. И последних странах в Африке даже не поступают так, потому что я все основания имею право жить в Украине. Так, что у меня семья, что у меня ребенок, законы Украины, постоянно видно жительство. Все у меня законно, ничего не нарушал. Меня как собаку берут, мешок на голову, машину еще пьют. Привозят в аэропорт, держат 6 часов в тюремной машине, в камере 50 на 50. Поступают со мной по-сверски, никто ничего не отвечает. Я им объясняю, что я почти гражданин Украины, имею постоянное вид на жительство. Вы не имеете право, объясните, за что. Никто ничего не объясняет, закидывают меня в самолет, надевают щас наручников, скотчем обмотали мои ноги. Четыре часа я летел в самолете на каком-то кукурузке, печатном, не знаю, по-моему, самолет нам в городе был и лечить-то, не знаю, ну, точно и пассажир. Я прилетел и вообще, кто дал такой приказ, что за вообще люди это, как можно обращаться так с человеком, объяснить. На каком основании, никто не объясняет, что это вообще происходит. Да, Мишенька, мы... А тут не могут быть без эмоций, это же беспредел просто. Я до сих пор просто, я в шоке, потому что я человек, который обычно живет, как нормально, вышел в аптеку, лег, купить лекарства. Меня надевают, ловят шесть человек с автоматом, еще и перезарядили, так будто я отбежал или сопротивлялся, я ничего не делал. Меня чуть не расстреляли, понимаете, еще мешок надевают, еще бьют. Еще вот непонятно, никто ничего не отвечает, куда везут. Сотрудники выйдут, в какой стране, ну, это вот так обращаются. В нормальных странах подходят, представляются, сотрудник того-то, ну, берут, ну, для Сената наручники наденья, попрашивают. Все делается человек с цивилизованным путем. Это вы что за страна, объясните, что за у вас правительство, что за приказы выдают, что за люди у вас в правительстве сидят. Это люди вообще вопрос надо задать, что они хотят вообще из правительства. Раньше евреев так истребляли, а сейчас что, они хотят грузин истребить? Это ужас просто. Я вообще не могу понять, я что, нарушал закон, что я поддерживал президента моей страны, я что, стоял рядом с ним, и за это это нарушение закона? И за это надо меня со мной так поступать и депортировать из страны? Это что за поступок? За что? За то, что я стоял с человеком рядом и поддерживал его? За это? Это нарушение закона? Объясните, где это написано? Извините, еще раз, что я так на эмоциях, честное слово, и я просто после пол не могу прийти в себя. За такой, я в жизни, я сам всю жизнь работал в Рейхмурспо. У него какие-то документы были с нами? Миша, при тебе был паспорт, да, загранпаспорт при тебе был? Да, только загранпаспорт был. И права. То есть загранпаспорт, ты знаешь, да, я положил, не знаешь, почему этот паспорт, я больше не хотел по идее. Да, он должен был на почту пойти, и у него поэтому в куртке лежал загранпаспорт. И права грузинские. Да, еще одного нашего сотрудника, у него паспорта не было и так не подъем. То есть это даже без разницы. А как его тогда пропустили в Грузии, если паспорта не было? Ну, пропустили этими правами права, только были права. Ну, то есть вообще. А как они могли пропустить его на границе с правами? Ну, пропустили, не знаю, там поговорили, пришли, у нас криминальная полиция пришла, допросили, нас чуть-чуть не объясняли, с конца и отпустили нас. То есть это троих людей таким образом сегодня схватили? Вы в самолете летели втроем, правильно понимаем? Да, да, втроем, да. И со спецназом вместе. А кто еще был, кроме вас? А кто с вами еще летел? Вы видели, как что, вы видели, кто еще с вами был? Да, с нами еще летело шесть спецназов в Балаклавах. Они не разговаривают, как обычно у них, рост завджиты. Ничего не говорят с нами до конца, они прилетели, провели на сопровождение, как будто мы спрыгнули без самолета. И, в общем, они сидели с нами вместе в самолете. Это частный самолет был или какой-то казенный? Это был частный самолет, но какой-то организации. Я не могу точно, но под подозрением просто нашли самолет и там в столб был, и на столе лежали брошюры нацгвардии. Может... Нет, это нацгвардии самолет, а нацгвардии. Это А-22, это такой самолет... Как кукурузник? Да, да. Нацгвардии. Это самолет, который летают генералы... Это нацгвардии самолет. Там посередине еще одного... Да, в общем, такая ситуация, там ситуация такая, что они там... Полиции не выполнены на приказ, насколько я понимаю, СБУ отказалось, потому что это чистый криминал, чистый криминал. Вызвал Порошенко Аллерову, говорит, давай доказывали лояльность, давай, давай, делай это. Вот вся история. И просто, просто по беспределу, я не знаю, генералу Аллерову... Генералу Аллерову будет приятно, когда его посадят в тюрьму вот так, а его посадят, потому что это чистый криминал. Так не поступают, генерал. Мне стыдно за вас. Мне еще говорили, что он нормальный. Так не поступают, Аллерову. Привет. Тебя посадят, мир мой. Их правильно посадят. И не отмажешься от того, что тебе президент сказал. У Януковича такой был Захарченко, если вы помните. Говорили, что Аллерову за деньги. И он ее... Порошенко каждый месяц дает кэш. Карман. И за деньги все не покупается. Генерал Аллеров. И за то, что ты сделал с этим ребенком, тебя посадят. Я тебе гарантирую. Нормальное украинское следующее же правительство. Это полное нарушение прав человека. Это полное нарушение уголовного кодекса. Это стопроцентное преступление. Без никаких сомнений. И команду отдавал по этим троим случаям, где нацгвардия это все творила. Скорее всего, сам лично Порошенко. Потому что нету в стране другого человека, который мог бы давать, и кто-то другой мог бы исполнять такие незаконные указания. А насколько вероятен сценарий, что удастся вернуть человека в страну? Он должен вернуться. У него все права здесь. У него по свечению, у него семья здесь. По украинскому закону он может здесь находиться. И штампа ведь в паспорте нету, я так понимаю. Нет, какой-то штампа. Он не прошел никакой контроль. Какая может быть? Его просто незаконно похитили и бросили в другую страну. Просто как с кодковым. Можно я еще скажу? Можно я еще скажу? Можно я еще скажу? Да-да, говори. Да, мне еще аннулировали, кстати, в паспорте этот печаль поставили, что мне аннулировали мое постоянное выношительство. Опять так же не объяснили. И еще в паспорте печаль, что я не имею права 3 года заборонено въезд в Украину. Это уже. Я просто, я честное слово, если мне обойдется это бороться и даже отдать жизнь за это, я отдам, но я мою правду до конца добьюсь, в Странсбурге буду писать. Какой Странсбург? Надо быстро приезжать обратно. Я честно, я буду бороться до конца. Мою правду я докажу. Я не виноват. Я полное право имею находиться и жить так человек нормальный гражданин в Украине. с моей семьей. И, пожалуйста, если вы можете чем-то помочь, дайте это всем знать. Дайте народу знать, что в стране у нас законы свои ведут себя как звери, а не как люди. Пожалуйста, передайте это всем. Не скрывайте. Во всем каналам узнают люди, как обращаются с людьми, с честными, порядочными гражданинами, которые не нарушают ничего. Я вас очень прошу. Да, здесь как раз есть телеканалы, поэтому мы все слышим. И я думаю, что все люди услышат тоже и видят все, что происходит. Николь. Красавец, красавец. Господин президент, можно к вам еще? У меня нет никакой гарантии, что к моей жене придут, ее напугают или какие-то шантажи устроят. Я вас очень прошу, не оставляйте в беду, и как-нибудь, если еще будет возможность, как-то обратите внимание, если что-то будет, какая-то помощь нужна, не оставляйте в беду. Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Не волнуйся, все. Давай, роднульчика, целуем тебя. Держись, мы скоро увидимся. Здесь, в Украине. Давай, зайка. Давай, да, целуем. Так и будет. Так и будет. А как будете возвращать? Прорывом?